итак вот это очередной мне подарок от кого подарок от веры едино верочка видите а теперь давайте почитаем письмо почему потому что за ней пойдет грустное письмо и мы должны понимать разницу итак вера читаю здравствуйте валерий константинович пишу обещанное письмо живу в алтайском крае рубцовском районе село новоматвеевка очень маленькое село коих много внимание мама троих детей как и многие сельчане несмотря на тяжелый труд имеем очень скромный доход фруктов воли не видели это кстати рубцовский район не самый плохой в сибири когда-то считалось еще и лучше всех однажды в руки мне попал каталог с обе россии как и многие потеряла голову знаете почему не вы на тот момент не миллионы садоводов не могут взять открыв каталог нажать правой мышкой и там где написано похоже в яндексе еще раз нажать и увидеть что фотографии которые собираются и преподносит как свои со своего сада а это вот столько каждое это значит что от полсотни до сотни или даже больше этих самых сайтов и интернет-магазинов присвоили одну и одну каждый раз от ту же фотографии то есть мошенничество сразу определяется но откуда вам на это знать в результате потраченные годы и деньги это вот семя острых детей решила поискать более порядочных питомник прошу прощения а вы железо на проводе а так смотрите алексей я получил а кстати от начали живность ребята мы все пойдет дальше но я не упуская ни одной возможности вот и сейчас ко мне не просто позвонил человек позвонил настоящий питомника вот настоящий каждый для меня каждое такое событие она настолько редкая что сейчас я переключаюсь это минут на 5 на 10 на владимирского питомника вот это очень важно так теперь смотрите я надеюсь наш разговор был слушать все я извинился вот перед 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 юдиной кстати у нее прекрасные результаты поэтому она меня простит надеюсь у нее тоже будет питомник такой же так что мне написано алексей питомника вот владимирского заказ на черенки фамилию матов сегодня закан смотрите я прокомментирую так как память я обращаюсь не к вам я бы с вами мог потом извиниться перед вами потом поговорить дело в том что друзья вот только сейчас ну так совпало это же здорово что совпало сады россии начал выпускать невероятнейшую дрянь подставляет простых даже можно сказать бедных людей которым надо кормить детей фруктами витаминами вы понимаете что творится а у наших нету практически я сейчас вот как алексей ватов для меня это как подарок судьбы и конечно я хочу чтобы у него не просто он потом не кого-то но у него все есть может но он не спрос не случайно мне 140 черенков заказывать вот видите это не шутки поэтому я должен прокомментировать чтобы завтра позвонила 10 юматовых или там этих самых ивановых или таких но и смотрите комментирую королевский 10 штук будет это черенки амур 20 штук будет боя ливийский 20 будет но вас и аппетит вы сразу выходите в лидеры на уровне россии европа кстати в европейского насчет заводитесь догонять но на уровне европы в первом будете через пять лет помните мои вопли предложения тимирязевка институт имени мичурина но заберите вы моих этих учеников на нем через пять лет в лесу такой сад что все ваши что они будут там 8 9 5 по списку обвесена список будете в нобелевской премии делить начиная с ректора проекта вот это никто понять не может а пока это алексей пока тишина вы за пять лет выйдете на первое место по его почему вот это не шутки теперь после такого но я надеюсь я вас не спортсмен так и так боя ливийский 20 будет ассорти круглоплодных абрикос вот это самое интересное вы понимаете редко-редко кто у меня есть деревья абрикосы прекрасная я стою репу чешу что за 40 не знаю изменились так легко потеряно я один только обозвал крупноплодные железы кто-то вообще плоды за 100 грамм а это ассорти они могут такие чудеса творить и вас получается как только 1 урожай дадут можете присваиваться именно на данный момент получив черенки выросли через два-три года вас первые клады можете уже писать юматом или юматом железа клон юматова клон тире железа почему потому что нету аналогов нету нет этих садов откуда взяты эти сорта потому что каждый это аморевая каждый лидеративный гибрид он в единственном числе на планете второе дерево это тоже видим на совершенно другое вот сколько я вам наговорю так что я вас поздравляю за вот этот пункт ассорти круглоплодных абрикосов а самое интересное вы знаете чем у меня подкупили но сливы понятно венгерки никита вот вы меня подкупили слива нет ассорти и сыновей манджурского абрикоса я потом ниже у меня есть пару там фотографий специально как их портят культурные сорта вот так вот растут корень общий и ухрупняются и вот такие именно я вам хочу эти консорти чтобы они не просто вот эти повторили качество моего манджурса патриарха а наоборот самый перспективный который я уже с некоторыми плоды получил я вам покажу ниже а некоторые еще дождать но уже ясно что пожил культурный на манджурсе и испортил манджурс и последнее сожалению 20 персиков я вам не дам хасанских максимум 5 извините и так все перекалечиваю это считайте что я 1 2 дерева уничтожу полностью заработал на этом сами понимаете несколько тысяч все алексей отчет закончен вот это ваша как и многие я кладу это самое у меня специальная папочка они будут лежать до мороза а потом будем уточнять и сколько это стоит и никаких сожалению поблажек никаких не будет этих меня только для ветеранов и скидки вот почему потому что я теряю часть сада это страшно так вы что сейчас глоточек все можете отключаться и просто слушать давайте пока чем хорошая обратная связь так поверила вам и себе в 2017 году дальше трём ребята заказала кости абрикосов слив получила 1 урожай из 50 абрикосов 37 зашло искусственная статификация поняли да это нас хранение в песке в холодильнике 2018 год абрикосы персики сливы результат абрикосы 40 взошли 43 повторяю абрикосы 40 взошли 43 были двойневые персики и 20 взошли 17 2019 год черешня вишня абрикос серафим результаты скромные черешни 2 из 10 очень повезло вишневого 4 из 10 не повезло даже в их сердце эти абрикос 7 из 10 приличный результат для серафима так выписала черенки делала прививки яблок груш все растет в этом году 1 персики кушали дальше видео и фото с огромным уважением вера юдина просто прибавались вот это мне подарок вот это да вот это да самое главное что никто не бросит камень что я те это что сергей торгует дерьмо что я торгую дерьмо вот это вот здорово спасибо вам за это письмо идем дальше а теперь все наоборот внимание но будем разбираться и так антон савельев это все касается перейти сертификации сейчас еще не поздно я вам покажу посадки ряда сады савельевич сделанной пару дней назад еще не поздно даже красавицы чем даже зиме тем лучше здравствуйте заказывал прошлом году хочу пожаловаться ведь и какая обратная картина 43 40 до сих пор не выросла ничего две косточки крупноплодная железа проросли в июле сунул их землю там они сгнили то есть видите как я начинаю подозревать что такое сумму земли ада ада или я не росли начинаю подозревать что то здесь не то остальные не вскрылись в основном все еще в холодильнике небольшой часть закопал в огород но это наружу потом в июле еще они все покрывались плесенью несколько раз но если не до юли в холодильнике были почему бы нет я промывал растворе хлорки опять холодильник я в таком растворе промываю семена не знаю что делать расстроен хочу абрикосов вы не хочу повторения брусов вот смотрите как вас антон савельев да я ему тут же написал нам надо поговорить по телефону мне нужно нюансы впереди вебинар я не хочу никому голову наручь вероятность 99 процентов что есть такая технология якобы не я придумал наоборот борюсь с этим беспощадно значит естественно где-то в январе-феврале в этом песок холодильник но как только пригрела солнце как только при первых признаках распускание в садах природе в природе сразу можно переносить не обязательно ждать пока простится к этому времени просится может два из ста вот у вас два куски поросли а только если там температура вообще около нуля ни одна может не проснется если там 68 градусов караул они могли проснуться и вот быстрее пусте и опять же него горшочки как вообще принято а сразу на поле сразу надеюсь это апрель месяц плюс-минус и тогда все будет нормально и вот это есть такая болезнь я подозреваю по вашим словам видите в основном все еще холодильнике я подозреваю что вы их не высаживали вообще это страшно почему надо ждать когда в холодильнике при температуре 1 2 3 вас наверняка около 0 там 358 там сейчас все-таки просыпается до меня и за свои 150 вебинаров показывал несколько десятков фотографий когда они в банках прям сходят у меня в холодильниках дай только до мая до июня побыть там там все вот так вот прет и вот получается что вы наверное заглядывали промывали опять сували в эту тот же песок если он сильно сырой раз сапрел может быть они уже изгнили там может еще и поэтому не обязательно или просто не взошли а с чего им сходить-то солнца нет холодильнике мрак стопроцентный мрак холод невероятный почему вы решили что надо дождаться просыпания вы дождались до июля увидите я к сожалению я предупредил что будет пивина вы расстроены но почему они сразу не отозвались я бы сейчас мог организовать тут ладно тут спонтанно получилось так с алексеем а у вас то может получиться нормально вообще сказал позвоните на 30 минуте или на 50 я как раз буду примерно в том месте где ваше письмо и мы до конца узнаем мы научим людей мне надо знать правду видите что творится плесень это когда уж такой перебор перед перед а вот если это ваш песок он мог быть действительно это большом количестве в органике если это мой песок то чтобы мой песок заплеснили у меня песок строительный вот из этих из подсосин из естественного котлована вот ни разу жизни меня ни одной капельки плесени работая с десятками тысяч никогда наверное вы что-то сделали не то вот такой вот грустный разговор но он надеюсь пригласится всем сейчас опять кто-то и опять будет доставать ковыряет ах опять не взошло и холодильник и уже май и холодильник июнь холодильник вот нельзя так надо советоваться а вы посоветовались годом спустя